доброе утро друзья что у нас каждым днем все жарче жарче несмотря на то что ветер все равно то прям жарище я уже иду домой убедать и потом вечером у меня как всегда 5 клиента есть на понедельник тоже клиенты записались поэтому потом расскажу чего как буду планировать машины очки не взяла иду вот так вот с полузакрытыми глазами вообще не могу на солнце без солнечных очков слепну на море все так же шторм но на завтра же передают что без ветра а алину я у нас светлите сделали я вчера когда спусталась больше у меня тут вообще у света не было никакого не мигающего никакого сейчас видите сделали а то как-то в черном лифте ехать как-то было это стрёмно в туннеле а кому особенно если угар тульси угар сейчас на улицу холоднее ой в ней дом холоднее чем на улице обычная история в испании сегодня клиентка говорит ой новый этот у чарли я груда зимний вариант он у меня красавчик вот этот оказался каким-то огромным поэтому нам хватит здесь на двоих сыплю свои специи какие надо ведь я на рынке брала специи для овощей чесночок сушеный соли поливаем все маслечком маслечком прям буквально чай столовую ложку размешиваем и отправляем шатан машину я буду делать на две порции чтобы она горяченькая была тебе сейчас а мужу потом такая вот вкусняшка у нас будет и все на 20 минут или на 15 посмотрим по времени там и как она там выбрала себе все кости вот смотрите потат получился обалденный вот выбрала все кости мужу оставил одну мякоть это ей покурится надо же его обмануть а вот потому что он типа кролика конец кстати это не половина кролика это половина от половинки кролика я вчера такая думаю к каждую весь половина я всего по у кого ролика купила из этого по у кролика я половину за это заморозила Ну, короче, нам хватит. Вот, тем более я вот косточки обожаю их. Все косточки, видите, я их буду вот так вот голодать, голодать вкусняшка. Вот. А вот это вот тут одна мякоть. Я ему уже вот так вот размяла, чтобы он не догадался, что это кролик. И вот потом зажарю тоже вот эту картошечку. И будет вот так вот у нас ужин. Потому что я... Ой, ужин, обед. Я-то на работу пойду быстренько скоро. Вот. Всем приятного аппетита. Муж поверил, что это курица. Говорит, курица? Я говорю, что? Это кролик. Ну, правда, похоже. Зато он такой мягкий, такой нежный. Соус такой вкусный. Блин, какой-то волосик у меня тут прилепился. Вообще, я тут хотела, знаете, поспать. Такая прилегла. Говорю, у меня тут есть полчасика полежать. Не удалось. Разбудили. А я спать люблю в полной тишине. Вот. Если хотя бы даже вот ветер на улице, все там шевелится, уже все. Уже не спится. Блин, что мне в глаз попало? Так, так что это курица. Ну, правда, кто ел кролика, они очень похожи. Особенно я косточки все оттуда вытащила. Обманула дурака на четыре кулака. Только вы никому не говорите об этом. Это будет наш с мамой маленький секрет. Смотрите, как у нас тоже красиво здесь украсили. Только что-то свет, по-моему, не повесили. Хотя вот тут висит. В общем, но это, наверное, магазин. У нас магазин заново открылся. Это, наверное, они. Вот, смотрите, как у нас тут красиво. Огоньки горят, оказывается. Красота. Мои клиентки в магазин ушли. Магазин там у нас, который вирусом болел. Себя замечательно чувствуют. Уже планируют поездку в Бранаду на шопинг. За подарками. У них там квартира находится. Здесь в основном раньше, знаете, как было? Здесь, наверное, ветер будет сейчас. В этом туннеле всегда ветер. В общем, раньше у людей было денег много. И когда у них... Блин. Собака огромная. И когда у них вырастали дети, и надо было ехать в университет на учебу, чтобы не снимать квартиру своим детям, они просто ее покупали. И все. То есть они здесь жили, работали. Покупали в Гранаде квартиру. И вот так вот. Смотрите, как в гараж заезжают задом. И вот у моей клиентки осталась квартира. Дети выросли. Дети выросли, а квартира осталась. Они ее не сдают. Они вот так вот ездят на выходные туда, в Гранаду. И там они отдыхают, ходят на шопинг. Находится квартира прямо в центре. И им там хорошо. Им там так нравится. И у многих так вот у нас здесь жители есть как бы две квартиры. Одна здесь, вторая в Гранаде. Представляете? Дети пошли в университет. Купим им квартиру. А сейчас дети снимают. Ну как у нас вот в России. Как общежитие. Нет, не общежитие. Снимают квартиру на несколько студентов. Чарли какашки делает. Здесь вот так дома, квартира построена. Например, смотрите. Здесь можешь зайти. Здесь гора, да. А выйти из этой квартиры можешь внизу. Потому что там вот может быть этот вход, как на чердак. Знаете? Как чердачный вход. Потому что видите, тут свой уровень, там уровень. И вот так потом еще ниже там улица, еще ниже уровень. И вот такие вот квартиры. Мне так было сразу интересно. Ну как-то заходишь и не понимаешь, на каком-то этаже, где ты вообще находишься. Некоторые вот клиенткам там заходила в дом. Они, да, пошли, спускайся. Говорю, куда? В подвал, что ли? А там, оказывается, не подвал, а там вообще другой этаж квартиры. Ну, правильно. Так, я сейчас еду на пляж. Погуляю. С Чарликом погода хорошая. Надо пользоваться моментом. Хотя, не знаю, ветер. Хотя уже передавали, что ветер будет стихать. Так как я вот иду, видите, где? По нижнему ярусу. Ну вот ветер чувствуется, все равно уже начинает. Я не могу. И вот так ниже, ниже, ниже. Это радио у нас. Радио. А вот видите, огоньки горят красивые. Что-то не видно. Машина не мешает. Радио. Небольшой ветер совсем. Я хочу просто, чтобы вы послушали море. Как он шикарно шумит. Обожаю. Звезды. Это наша гора. Сейчас встретила клиентку сегодня, которая у меня была. Она собачница. Тоже. Познакомились с ее собаками. Приехала Валди. Муж там сказал, хлеб ему купить. Ну и я думаю тогда. А, и порошок мне нужен. Видите, они сок наливают. Порошок. Странные времена наступили, знаете. Потому что порошок, в принципе, не порошок мне нужен, а гель. Например, плита готовить. Уберите огонь. А там нет огня. Ну, вы меня поняли, да? Я пойду. А, еще тут вот всякие безделушки привезли. Я люблю ковыряться в них. Но тут, по-моему, все детское. Или что тут? Так, не кашлям, не кашлям. Нет, ничего интересного нету на этой неделе. А вот люфчики. Игрушки детские. Нам игрушки не нужны. Может, что-нибудь вкусненькое взять на завтра. Вот не знаю, что на завтра приготовить. Что-то все надоело. Даже, представляете, не знаю, что приготовить. В общем, не знаю, что мне завтра кушать. Пойду хлеб возьму. Хотя вот перед закрытием выбора особого хлеба нет. Посмотрим. Какой-то беру тут постоянно. Смотрите, в Испании вот написано «карбон». Это типа уголь. И, в общем, плохим детям, которые не слушаются, вместо подарков на Новый год дарят вот такой уголь. Ну, там конфетки, естественно. И вот типа, если плохо слушался, вот тебе в подарок уголь. Остальным вкусные конфетки и разные вкусняшки. Что это, например, такое? Это печенье какое-то. Я как-то печенье не очень люблю, знаете. Я люблю бисквиты, все такое пропитано. Мужик стоял какой-то у хлеба. Начал со мной, даже не со мной, я не знаю, с кем он начал разговаривать. Типа, вот хлеба мало. Я беру вот это, он такой, да. Ну, даже еще лучше, уже нарезанный. Я так, думаю, ну, так удивилась. Думаю, что он, с кем это он разговаривает. Он все вот там стоит. Может, он это, тихо сам с собой ведет беседу. Тихо сам с собой, как это? Тихо сам с собой я веду беседу. Что бы мне покушать на завтра, придумать, а? Все надоело. Что бы придумать такое, хочется вкусненькое, не калорийное. Не знаю. Придумала, что мы завтра будем кушать. Купила просроченные бургеры. Мы будем завтра кушать просроченные бургеры. Точнее, они просрачатся завтра. Так что не успеют. Ну, выглядят шикарно. Смотрите, какие. Это какое-то там мясо. В общем, это говядина. Что-то там супер-пупер. Деса какая-то. Не знаю. Вот. И вот такие вот к ним купила. Необычные булки, а вот, ну, тоже, типа, ппшное все у меня будет. Так что сделаем гамбургеры вот такие. Ну, порошок. Порошок, который не порошок. Плита, которая не плита. Газ, как это, огненные, не огненные. В общем, как-то так. И хлебушек купила еще мужу. И все. Больше ничего не купила. Что-то ничего интересного больше не было. Наверное, сейчас себе чайку сделаю. У меня там картошка есть в морозилке на завтра. Такая вкусная. Типа по-деревенски, знаете. Она очень вкусная. Вообще неудобно открывать вот это. Вот я все время молчусь. Они такие классные. Вот эти вот такие нежненькие. Такие прям очень пузенькие. Такие только с ними поиграться ходят. И такие прям ой-ой-ой-ой такие. Все. Поигралась. Моя рыба кушает. А я сейчас пойду. Суббота, знаете, такой день. Потому что я работаю с утра. Потом после обеда тоже работаю. Заканчиваю поздно. И, в общем, снимать, в принципе-то, нечего. Потому что, а что, где и когда. Да? Хотя так же обычный день. Ну, не знаю. На понедельник у меня... У меня понедельник такой будет. Просто весь загруженный. Так что оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. И будет вам чем развлечься. Скажем так. Да? А как иначе? Сериалы смотрим. Смотрим блогеров. Развлекаемся. Вот. Так что я жду ваши подписки, ваши лайки. Спасибо за комментарии. Все прочитала. По-моему, на все ответила. Так что пишите больше. Я всем-всем-всем отвечаю. Что еще сказать? Ну, что сказать? Ну, что сказать? А, оно даже закрывается. Ладно. Буду пить чай. И... Что-нибудь... А, у меня тут еще яблоко есть. Съем яблоко. Вот, видите, авокадо купила. Они у нас все поспели. Один... Вот. Все поспели. Все. Сразу все поспели. Поспели вишни в саду. Завтра с щи буду варить. Ой, капусточку. Капусточку. Я знаете, когда сильно жрать хочу? Капусточку ем. Клашеную. Блин, аж слюни текут. Как будто запах пошел. Капусту можно хоть во сколько. Пусть на дина. Ладно. Мухбанк. Мухбанк хотели? На, те. Ой, мясо-то. А то совсем протухнет до завтра. Да. Все. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.